принципиальная мысли этого главного мифа состоит в том что система совершает переход из одного мира в другой переход через смерть умирание и последующее воскрешение в исконном понимании таким переходом служило время когда после зимы символизирующий смерть земли наступала весна символизирующая воскрешение так что главный миф сначала описывал календарный годовой цикл откуда и название бога год а затем религии придумали христа который стал умирать и воскресать человек давно уже понял что по какой-то необъяснимой причине он не может вырваться из этого круговорота точно так же как и земля не может выйти из календарного хоровода и времена года бога продолжают менять друг друга все в той же последовательности эта матрица если стадии взросления и старения еще как-то понятно то граница между смертью и жизнью по-прежнему остается непонятной такая граница обозначается понятием пасха эта граница старого года и нового года то есть старого бога и нового бога вспоминаем миссию моисея который по сути стал иудеем вместо нового бога он плавал в корзиночке по дельте нила пока его не спасла женщина в христианстве таким миссией является иисус христос он не плавал в корзиночке а ходил по воде рассуждая о пасхе исследователи называют германское божество по имени астара или оэстро в англии это эстр у евреев это древняя верхняя немецкая остара у германцев это богиня весны ее имя носил месяц который в древне английском называется истар монас древняя верхняя немецкая остар монот монах беда достопочтенный седьмом веке первым объяснил английское название пасхи истар именем этой богини затем слово пришло в германию в своем календарном сочинении о счете времен беда достопочтенный писал иос турманат название которого сегодня значит пасхальный месяц прежде звался так по имени их англосаксов богини и острый в очью честь в этом месяце устраивался праздник ныне они зовут ее именем пасхальное время даруя радостям нового праздника старые привычные названия якоб грим писал в немецкой мифологии мы немцы и по сей день зовем апрель остар монад великий христианский праздник который обычно празднуется в апреле или конце марта называется в старейших древней верхней немецких текстах остара должно быть в языческой религии имя астара как и англосаксонская и остро принадлежала великому божеству почитание которого было столь сильно что христианские проповедники смирились с этим именем и назвали им одно из своих главных торжеств у всех соседних народов этот праздник носит имя производное от греческого пасха отмечу древние верхние немецкие тексты язык и территории это место рождения ашкенадских евреев поэтому естественно при создании торы они заимствовали этот мощный языческий праздник себе помимо воспоминаний в 1958 году в германии было обнаружено около 150 табличек рубежа первого второго века новой эры посвященных богини матру на и аустро и на и то есть и остре этимология имени астара связано со светом это про германская остром рассвет общая индоевропейская сиять блистать от этой основы богини у греков эос у римлян аврора у латышей аустро у литовцев аушрины у ведов ушас от этого понятия происходит обозначение сторон света во времена до торы латинское остр обозначало юг во времена торы и истории где описан эдем на востоке английская с немецкая ост голландская ост шведская остр стало обозначать восток в ближневосточно кавказском регионе богиня эос и ужас местами превращалась в рыцари в нардском эпосе его имя в осетинском языке вас герги это и есть святой георгий в нардском эпосе реализуется вариант главного мифа когда царевна по имени дзерасса умирает а бог по имени у вас герги святой георгий непорочно оплодотворяет ее и мертвая царевна рожает миссию красавицу девочку по имени сатана этот сюжет уже более близок и к торе и к истории вместо апреля у иудеев и у христиан рождество нового мира отмечается не весной а осенью так появился праздник рождество отмечаемый 25 декабря и у нартов в осетии новогодний праздник у астраджи приходится на вторую половину ноября вот так из главного мифа пасха превращалась в историю а затем вторую а история превращалась в описание пасхи даже река дунай в древности называлась истр то есть река пасхи и замечательный остров ранее всем известный по имени эстер теперь упоминается только под названием остров пасхи истр это не богини весны это не богини зари истр это мать с ребенком миссии которая смогла переплыть реку смерти и остаться в живых на древних картах ковчег которым мать и ребенок пересекли реку смерти изображался в виде звезды эти карты были распространены до 15 века когда в ходу была полярная система координат в полярной системе главным был полюс то есть звезда направлений таких звезд на карте было несколько они все были связаны между собой и между ними были проложены главные морские курсы изучение географии земли по карте на которой нарисованы звезды направлений это и была астрология эта наука не изучала небо и планеты поскольку в те времена не о звездах не о планетах никто даже и не думал а планеты напомню и вовсе были открыты только после 17 века в 17 же веке земные звезды отпечатались на небо те комбинации земных звезд которые соответствовали государству переместились на небо и стали созвездиями так появилась уже наука под названием астрономия которая и поныне пудрит нам мозги рассказывая о несуществующих космических далях и они существующих горячих звездах и несуществующих планетах по этой причине никто так и не сказал что не смог слетать на ближайшую луну ее попросту нет тем кто не понимает моих перескоков со времени на время еще раз объясню наш мир образован в 1953 году но задним числом в него внедрена историческая реальность она выдуманная но она наша и наши мозги уже привыкли к оперированию некоторыми историческими датами поэтому когда я вас отсылаю в прошлые века 15 и 17 век воспринимайте это как экскурс в выдуманную историческую историческую реальность и так пасха и граница которую должен пересечь мессия отмечались красные линии сегодня это нулевой меридиан а в прошлые времена это было красное море саргасово море красная русь река смородина река лето река москва атлантический океан который пересек колумб открывая америку новый масонский эдем так что история это ветвь религии это не наука это орден который отслеживает дату наступления пасхи астрономия это ветвь религии орден который определяет положение звезды начала года на календаре история превращает календарный праздник в исторические события клонируя своей летописи по десятилетиям и векам назад а астрономия сочиняет современный антураж пасхи украшая его самоцветными космическими звездами мифологический ковчег из первоначальной птицы уточки превращается сначала в библейского голубя затем из него в глобус а после и в космическую птицу по имени гагара и по фамилии гагарин